добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем нашу главу которая называется балак мы видим что делает балак с бельямом они фактически служат всевышнему они приносят жертвы ставят жертвенник все просят всевышнего чтобы он помог победить врагов народ израиля и все силы отдают этому чтобы это сделать у них цели конечно не чистые им главное победить грабить в общем цели свои и хотя цели не чистые всевышний потом это заметил все-таки они ему приносили жертвы и он это даром не пропустил мы знаем вчера об этом говорили что балак получил награду хоть он жизни своей лишился но его потомки династия царей еврейских начиная труд и так дальше дальше и родился давид и давида родословно идет от него все-таки он жертву принес всевышнему мы видим что даже если человек не чистыми побуждениями это делает но все равно всевышний это не забывает и поэтому наши мудрецы говорят даже если он побуждений не всегда чисты в конечном итоге он будет делать этого имя небес даже если мы что-то делаем нечистным побуждением этом выполнено как заповедь как продressive вышлишь нему всевышний это видит и в конечном итоге мы все равно победы главное идти вперед даже если мы не всегда способны вести себя очень достойно а давайте посмотрим как наши праведники поступали как всевышний говорит всевышний говорит июне пророку юне он говорит пойди в нинвей город великий и скажи им что их ждет конец за их поведение и чтобы не раскаялись или все как же и она выполняет повеление всевышнего он бежит он решил убежать и не выполняет это повеление бежит садится на корабль и уплывает любом направлении лишь бы туда не идти что это такое вообще проходит через страшное испытание всевышний навел шторм корабль гибнет в общем люди эти не знают что делать уже все в забор товара побрасывать не знают что к чему и говорят а ты чего ничего не делаешь не молятся все молятся своим богам и он говорит это из-за меня как говорит я просто бегу от всесильного не шо ж нам с тобой делать они он говорит ну бросьте меня в море и шторм прекратится они начали дальше молиться как убивать и не хотят и он вообще вы не поняли они погибатели бросят и он они молились богу прости нас но мы ничего не можем сделать бросили в воду всевышний и он спасает его проглотила рыба он чреве рыбы начинает молиться всевышнему извиняется всевышний искал рыбе рыба его выбор выплюнула на берег и она идет не в и говорит что вы должны раскаяться люди и вдруг не откуда них взялась это вера они поняли что его иона говорит правду они вместе с царем постились животными совсем всевышний пожалел пожалел и спас нинвэю иона идет лежит он на земле спит и тут всевышний дал ему лещины такой выли вырос росток большой с листьями и стала ионе хорошо в тени а потом все вышли на утро подослал червя и червь сгрыз корни этой лещины и она завяла иона очень расстроился досадно ему стало всевышний или ты расстроился из-за какой-то лещины которая ты ее не садил не поливал ничего ты с ней не делал и она в сегодня выросла завтра она завяла все ее нету а ты так расстроился а как же я говорит если ты решил что я уничтожу целый город нинвэю с которого 120 тысяч людей и животных как же я к этому отнесусь просто иона хотел решить так вопрос не вы это враги были еврейского народа и получается что он решил так сделать он убежал все не предупредил всевышний взял и их уничтожил то есть в него такой метод он так решил поступить но не тут то было все остались живы и конечном итоге все сработало теперь берем допустим наших царей были четыре царя одного звали давид одного аса 1 ишафат и 1 как они молились всевышнего они стоят перед невероятной угрозой войска их превосходят никаких шансов вообще на победу нет что делает царь давид он говорит буду преследовать врагов моих и настигну их и не вернусь пока не уничтожу сказал ему ашем я сделаю так ответил победил давид превосходящие силы врага как же поступает аса он говорит я буду преследовать я не могу их уничтожить но буду преследовать а ты сделаешь всевышний отвечает ему я сделаю и победил так аса всевышний этих врагов не зложил как поступает ешафат сын асы войска невероятные три армии получается эйсав это сир и омон и мааф 3 огромные армии у ешафата и близко нет таких сил сражаться с такими армии получище неимоверное что делает ешафат он говорит я ничего не могу я не могу не убивать не преследовать мне это нет силы могу только песню спеть всевышний говорит я сделаю всевышний что сделал он сказал что эта война не твоя моя он сделал так что сыны маава и омона напали на и сава и они их убили всех сынов и сава после этого пересорились мау с омоном перелезали друг другу никого не осталось всевышний говорит все забирай трофеи а как поступает хиске говорит всевышнему нету мне ни сил не убивать не преследовать и песен я тоже не могу петь я говорит буду спать свои постели а ты сделаешь сказал он всевышний я сделаю и победила очень такой подход то есть когда человек правильно себя ведет то всевышний все для него делает а когда человек конечно хочет строить козни сделать что-то незаконное то все равно закончится это плохо как это закончили балак с бель-амом а на сегодня наш урок заканчивается урок бен даун за поднятие души яков бен нахум владимир бен григорий павел бен ефим хая малка бот йосиф мир бот аврагам роза бот михаэль самыл бен герш памяти ури бен харитон мендель бен мендель за здоровье светлана бот клара шимон бен и цхак борис бен мари анна-бates ривка полина перт бот сонни сура Removeordfolk ари дима ткл о SH а она бот елена евгений бен софи обо брат мерьям моисей бен е во и ренобок двое родилось и блин россий bisher бен раиса и нес'sii bat mail евгений бен в бирта евгений−OOK ито фера вот она геннадий бен елена люди орбolarobial вадим бен татьяна юри абот белла мало парно сазгула ирина бот ури арона ребéntури это хороший дух Харона Ребен Твойра Авигал Бат Сара Денис Бен Нахум Парнаса Бриют Владимир Бен Рая Марина Батрая Борис Бен Мария Всего хорошего Олегу Марченко Всем шаббат шалом Всем всего самого наилучшего Браха Парнаса Кавана Мы эту часть не грешили Изучали Тору Всем всего самого наилучшего До следующих встреч Надеюсь он будет ем решен В 15 До следующих встреч Шаббат шалом